Продолжаем выпуск. Сегодня глава области встретился со студенческим сообществом. Молодежь рассказала Андрею Травникову про собственные научные разработки. И поинтересовалась, что нужно сделать, чтобы оказаться в кадровом резерве правительства. К встрече подготовились. Студентка из технического университета подарила главе региона разработку молодых ученых. Образец высокопрочной керамики. Наука и инновации одна из главных тем. По словам Андрея Травникова, нужно наладить связь между промышленностью и наукой, чтобы передовые идеи ученых из лабораторий быстрее оказывались в производстве. Волнует молодежь не только наука, но и личный успех. Обращаются за советом. Проявить активность и настойчивость. Создание кадрового резерва, по словам Андрея Травникова, на сегодня один из главных правительственных проектов. Обратить внимание на талантливую молодежь, в том числе и участников конкурса «Лидеры России». Данная встреча – это отличная возможность для молодых ребят заявить о себе, заявить о том, какие у них планы на будущее, и обратить внимание власти на актуальные проблемы современности, в том числе на актуальные проблемы нашего региона. Это важно, это нужно. Достаточно информативно было, поднимались многие проблемы, которые реально существуют. Жалко, что мало вопросов было задано. В короткий срок хотелось бы побольше. Мне показалось, что достаточно интересная задумка этого проекта. Общение с администрацией, общение с губернатором – это во многом может помочь молодежи в плане дальнейшей реализации и планов, и понять, в каком направлении нам дальше развиваться и что в дальнейшем делать. От культуры до промышленности современную молодежь интересуют все аспекты жизни региона. Потенциал высок, потому что ребята не просто ориентируются на какие-то примеры успеха, они пытаются найти свои пути, они пытаются найти свои варианты, и они задают конкретно, абсолютно вопросы. Причем вопросы, что понравилось, вопросы не только в отношении своей будущей судьбы, своих будущих перспектив, но и в отношении будущего города, будущего региона и даже будущего страны. После встречи уже неформальное общение. В ближайшем будущем поговорить на равных студентам хотелось бы и с представителями министерств, в первую очередь образование. Екатерина Киселева, Александр Ведерников, Новости ОТС.